Здравствуйте, мои дорогие подписчики, садоводы, огородники. Все делятся своими растениями, как называемые их растюшками. Я тоже хочу поделиться своими растениями, томатами и перцами. Когда я в какие сроки высадила. И хочу показать, какие именно сорта я высадила томаты и какая схожесть. Мы живем в юго-западном районе, на Брянщине. Если кто смотрит, большой привет. Я всегда высаживаю помидоры в конце февраля, в начале марта. Вот это вот помидоры у меня высажены. Вот это высажены были помидоры. Это детерминатные, называются средние. Они были высажены у меня 24 февраля. Вот они такие. Они уже требуют пикировки. Я их вот сеяла в стаканчики для таких, улиточки. Вот они. Рассада очень хорошая, крепенькая такая. Уже сформировались два настоящих листочка. Они уже требуют пикировки. Раньше я их не пикирую. Вот когда появятся два листочка, вот тогда я начинаю делать пикировку. Рассада вся хорошая. Вот это у меня здесь помидоры, значит, челнок. Так, это космонавт волков, оранжевые. Вот и это белый налив ранний. Это для теплицы посажено. Я их сегодня суббота. Я сегодня их буду пикировать в отдельные стаканчики. Вот эти помидоры у меня высажены 2 марта. Видите, какие они не вытянулись. У меня нет фитоламп никаких, ничего. Стоят на подоконнике. Они не вытянулись. Они очень такие крепенькие, хорошие. Их можно уже пикировать. Они уже тоже дают по 2 настоящих листочка. И можно их пикировать. Мы даже возьмем сейчас любое растение. И посмотрим. Вот они возьмем. Маленькое у нас взяла. Вот видите, поднесу поближе. Вот оно растение. Видите, корневая система. Уже хорошенькая. О, упала. Уже хорошенькая. Вот она. И уже корешок сам цепляется за землю. Это говорит о чем? Что его пора уже пикировать. Уже корешочки зацепились за землю. Поэтому свободно его можно пикировать. Вот это сорта у меня посажены. Это я заказывала сады России. И вот это малиновое чудо второй серии. Вот, но немножечко они вытянулись. Здесь я сажала их в рядочке. Их по 8 штук было в каждом пакетике. Но один сорт он не вытянулся, как вы даете, вытянулись. Тоже требует уже пикировки. По 2 настоящих уже листочка. Я их сегодня и буду пикировать. Так, там у меня серия сады России. Третья, да. Третья серия. Это вторая, это третья серия. И, как видите, схожесть очень хорошая. Мне нравится. Схожесть прекрасная. Вот это перцы. Я уже это пикировала. Я их сажала в феврале. Вот, они уже взяли рост, как бы начали уже расти. Уже не два уже листочка, а по третьему пошли листочку. Я никогда не спешу, потому что вот этих детерминантов помидоров положено 60-70 дней. Поэтому март, апрель и до высадки мая месяца предостаточно. Они вырастут и будут хорошие. Перчики немножко можно было и раньше. Но я думаю, что они тоже пойдут в рост. Так, прежде чем говорить о перцах, я немножко скажу и, может, даже дам совет, как я потом обрабатываю от всяких вредителей свои томаты. Обычный способ, это еще способ от мамы остался у меня, и я им действую всегда. Когда я попикирую, вот эти все помидорки, постоят дня 3-4, и я делаю первую обработку от вредителей. Это беру 1 литр воды, остывшей, кипяченой, добавляю 1 стакан молока и 2-3 капельки йода. И прохожу, и опрыскиваю потом по поверхности вот эти помидорки. Но когда я это попикирую, и они пройдут уже адаптацию свои 3-4 дня. Это будет первое такое опрыскивание помидор. А потом уже в течение, как пойдет рост, я еще делаю обработку. Это получается через 2 недели, там 3, если у кого как получится. И делаю такую же повторную обработку. Очень хороший дает эффект, и помидорки как бы зелененькие всегда. Нет никакой желтизны, никакая гадость на них не садится. И мне такой очень способ нравится, и я им пользуюсь. Поэтому, может, кому пригодится, пожалуйста. Так, вот это перцы. Перцы посаженные в феврале месяце. Вот они попикированы, уже пошли в рост. Дают уже не только 2 листочка, но и идут уже по 3-4 листочку. Начинают расти. То же самое обработку можно делать, как я сказала, в 1 литре кипяченой охлажденной воды. Добавить молока и 2-3 капли йода. Не будет желтизны на листочках, и будет хорошо формироваться. Так, вот это перцы посеяны позже. Это для улицы. Они посеяны 24 февраля. Вот. Ну, тоже уже начинают давать по 2 листочка. Уже надо их пикировать. Схожесть хорошая. Это фирмы Сидык и Элита. У меня здесь 2 сорта. Сидыка и Элиты. Хорошие только перчики, и схожесть хорошая, неплохая. Так, это петунии. Они уже попикированы. И вот в такой подложечке они очень хорошо себя проявляют. Вот так я хотела поделиться своим и советом. И в какие сроки я высаживаю свои томаты и перцы. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.